Воспитание с особой жестокостью. Родители обвинили воспитательницу в избиении маленьких детей. С начала учебного года родители заподозрили, что в группе что-то неладно. А потом выяснилось, что пятилетние дети получают по лицу от взрослых. Она куда ударила тебе? По щеке. По какой щеке? По этой. Три раза? Да. А мальчику куда ударила? Тоже сюда. Тоже? А за что ударила? Вы рисовать хотели? Да. И она подошла, тебя ударила, да? Да. После первого дня посещения она говорит, я не хочу идти в садик. Ни в какую прям. Вот не хочу и все. Молчит, ничего не говорит. Мы не поняли сначала, в чем дело. Ну, разумеется, мы садик-то отвели. На второй день то же самое. А на третий день она приходит и говорит, так и так. Меня ударила воспитательница три раза по щеке. Мне очень сильно жгло, я стерпела. А мальчик, говорит, Саша. Она его два раза ударила. У него, говорит, слезки подиклеили. Наверное, нервишки все-таки шалят. Потому что можно было как-то... Я же и сказала, что, ну, видите, вы мадрил, выгнаете за стола детей. Можно было там еще как-то наказать. Что... А что руки-то сразу распускать? Да я вообще, я позеленел просто. Ну, вы не представляете, у меня прямо в глазах затмение было. Я прямо... Ну, я не знал, что сделать. Потом успокоился, как бы. Все взвесил и понял, что... Они звонили, приходить, решим на нашем уровне, пообщаемся, заведующий... Воспитатель мне не звонил ни разу. Там много фактов еще скрылось. Родители мне рассказывали. Ну, какую-то девочку за волосы оттаскала. Просто взяла и оттаскала. А как так вот? Он может просто взять и ударить ребенка беззащитного, которому просто отдали под наблюдение взрослому человеку. Как он может себя так повести? Она боится уже. Вот она за три дня вкусила всю жизнь этой группы и вот этого воспитателя. Просто за три дня у нас только ей уже впечатлили. Она... Ну, я не знаю, как объяснить. Просто у нее отвращение от садика за три дня. Это как так-то? У руководства детского сада есть объяснение. Они утверждают, что дети стали баловаться кисточками. И воспитательница эти кисточки хотела выбить, но попала по лицу. Случайно. Сначала девочке, потом мальчику. Открыто дело, да, проводят служебные расследования. Освободить ее сейчас от работы. Это ведь просто все, вы знаете, ну, вся эта просто очень неприятная ситуация. Я не думаю, чтобы воспитатель с опытом работы мог надавать пощечину детям. Каких это вот здесь оснований? Ведь мы, как папа, располагаем это со слов пятилетней девочки. Прежде чем наказать сотрудника, надо доказать его вину. Правда? Чтобы доказать эту вину, родители пострадавших детей обратились в полицию. По неофициальной информации, воспитательница уже написала заявление об увольнении, но это заявление пока не подписано.